Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер. Видео с Анной СМИ. Это я, ваш любимый блогер. Я сучу. Короче, у меня сегодня насыщенный день. Я сегодня была записана на диспансеризацию. И я благополучно, так сказать, записалась ко всем возможным и положенным для своего возраста врачам. Сделала ЭКГ сразу же. Сделала флюорографию. В общем, я могу сказать одно. Надо делать таким образом, подстраивать время заранее. Если вам нужно сделать флюорографию, вы давно не делали, и вы планируете это делать, чтобы 20 раз не ходить вам в поликлинику, надо записывать на диспансеризацию в такое время, чтобы в это же время вы могли сделать и флюорографию. То есть, как говорится, убить двух зайцев. Далее меня записали на анализ крови, биохимия, клинический. Там три анализа натощак. Далее анализ мочи, анализ кала. Почему-то меня не записали. Не положено. Дальше маммография, терапевт. И, в общем, вроде бы всё. Вроде бы всё. Момография, терапевт, ЭКГ, флюорография, анализы. Ну, гинеколог – это само собой вы проходите. Там андролог у мужчин, я не знаю, наверное. И к терапевту идёте за анализами. Ну, в принципе, если посмотреть по датам, как мне это всё распланировали, у меня выходит, что я все эти мероприятия прохожу за две недели. Поэтому до конца июня будут известны мои результаты. Я схожу к терапевту и, в общем, мне объявят мой приговор. Далее. Ну, в общем, я могу сказать, что в поликлинике достаточно народу не очень много. В общем, пусто. На флюорографию там передо мной было 4 человека, пожилые люди. Ну, в общем, всё так быстро, как бы так. Диспенсеризацию тоже – это прихожка определённого времени. И тоже, в общем, всё быстро делают. Кардиограмму сразу же мне сделали, что тоже очень удобно. Ну, в общем, расшифровка будет позже. Ну, я спросила, я говорю, как там? Ну, они же видят, как бы, по пикам там и по каким-то своим. Глаз-то у них намётан. Поэтому она говорит, да вроде всё нормально. Ну, я говорю, ну, отлично. Да, девочки, хочу похвастаться. Получила я свои платочки. Hello, посадская мануфактура. Но сейчас, сегодня я уже обзор не буду делать. Сделаю его, возможно, завтра-послезавтра. Потому что, честно, устала. Все, конечно, вот эти походы по врачам, они изматывают немножко. Ну, плюс и все остальные мероприятия. Поэтому я получала посылку через постамат. И вы знаете, меня удивили чудеса техники и электроники. Я пришла на почту, куда я, так сказать, отправила свою посылку. И там, значит, набираешь код. Ну, в принципе, вы это знаете, да, как у всех постаматов открываете. А здесь по-другому открывается дверца. То есть ваша посылка находится где-то поблизости. Вы набираете код, и она вам доставляется. По специальной такой механизированной линии открывается окошечко. И так вам в торжественной обстановке вы забираете на почте России вашу посылочку. В общем, честно говоря, меня впечатлила. Меня впечатлила такая ячейка. Потому что в других ячейках гораздо, так сказать, проще. Да, я ещё здесь столкнулась при получении посылки с новой системой FivePost. Там вообще такая своеобразная система. То есть ты при получении посылки получаешь ссылку, штрих-код, номер кода. И, в общем, ты, в общем, двумя руками одной рукой держишь штрих-код, где положено, а другой рукой ты вводишь код. Вот. Вначале, когда я первый раз получала, я этих технологий нюансов не знала. Но потом во второй раз я уже подготовилась. Но, честно говоря, FivePost мне не нравится. Неудобно они, конечно, делают. Но, в принципе, ко всему можно приноровиться. Главное, что посылка приходит в целости и сохранности. А уж как там вы её получаете, это, как говорится, ваша проблема. Также я здесь связалась со СДЭКом. В своё время девочки ко мне из Беларуси обращались, посылка с ДЭКом. Вообще мне не понравилась эта система. Ну, вот у меня, по крайней мере, к ней такое... Я с ней столкнулась, когда нельзя никакую информацию выяснить, уточнить. То есть я, например, звоню на горячую линию и хочу выяснить, сколько будет посылка стоить там из Санкт-Петербурга в Белоруссию и так далее. То есть всё это зависает, ни на что не отвечается. И я здесь получала посылку через СДЭК от Ревгош. Там купила себе по мелочам на скидке. И я пришла в пункт СДЭК, который я указала. И какое-кого моё было удивление, что вроде бы даже найти посылку девушка-оператор не может. То есть она мне спрашивает, а какая у вас посылка? Я говорю, маленькая. А откуда? А от Ревгоша. Она раза четыре ходила смотреть в зал, где посылки, смотреть, мол, посылку. И только с пятого раза, когда я говорю, ну давайте, я говорю, мы с вами вместе поищем, она её нашла. Вы представляете, молодая девушка, у которой совершенно нет никакой концентрации внимания. Она не может найти, там посылок было немного, но она не может найти посылку. Вы понимаете, это настолько примитивная работа, найти посылку. В общем, для меня это, конечно, было немного странно. Вот такое положение вещей. Поэтому я, так сказать, не люблю связываться с этими ребятами в плане доставки. Но иногда просто не бывает выхода и приходится, в общем, организовывать эту доставку. Мне больше всего понравилась Пинпоинт, Халва, Почта России. И вот с ними никаких проблем нет. Всё чётко, ясно и понятно. А СДЭК, ну я не знаю, многие хвалят, говорят, что очень нравится. Но у меня какой-то был такой негативный опыт. Поэтому я честно... Может, у кого-то есть положительный, напишите, пожалуйста. Да, расскажите, какими доставками вам нравится. Мне нравится вот Почта России. Да, я вот девочкам, кому заказы отправляла, отправляла платочки, косметику. Отлично, всё понятно, всё чётко, всё ясно. СДЭК мне как-то, честно, непонятно. Непонятно. Может быть, конечно, там, так сказать, надо непосредственно... Всё зависит от человека, да, который принимает заказ, который оформляет заказ. Может, действительно всё нормально. Ну вот я, по крайней мере, вот вижу вот контингент, который не может найти посылку. Для меня вообще это дико. Какая уж тут высшая математика, химия, физика или инженерное дело. В общем, девочки, короче, ждите, ждите. Ещё зашла в магазин, зашла в магазин, решила купить немножко ягодок, ягодов. Конечно, ягоды очень дорогие, даже в пятёрочке, да. Там черешня 350 рублей, там совсем немного, ну, как-то хочется. Смотрела нектарины, нектарины деревянные, ну, вот так чуть-чуть что-то выбрала. Взяла немножко черешни, так сказать, побаловаться. Черешни, кстати, она полезная, как и вишня. Дальше немножко взяла нектаринов, немножко взяла бананов. У нас, в общем, перепады погоды. То у нас было плюс 12, плюс 13, сегодня у нас плюс 24. Но я, так сказать, так как я коренная петербурженка, ленинградка, без курточки я не выхожу. Поэтому лучше, как говорится, пар костей не ломит. У нас погода неизвестна, причём я выхожу как бы утром рано. И поэтому ещё такая, некая такая сырость, прохлада есть. А вот сейчас у нас, можно сказать, полдень. Поэтому вот такие у нас дела. Пишите, какая у вас погода. В ближайшее время покажу вам два своих новых шёлковых платочка. Девочки, я продаю шерстяные платки. Поэтому, пожалуйста, откликнитесь. Те, кто любит и хочет приобрести. Я в своё время публиковала эти видео в предыдущие дни. Поэтому, если что-то интересно, смотрите. Подписывайтесь, пишите. Телеграм-канал. Ссылки в описании. Всего хорошего. Всем хорошего летнего настроения. Отдыхайте. Берегите себя. Будьте здоровы. И до новых встреч. Всем пока. Продолжение следует...